Площадь квартиры 91 квадратный метр, высота потолков 2,70, в квартире есть лоджия площадью 4,5 квадратных метра. Мы трансформировали ее в кабинет для владельца квартиры. В данном случае основное требование заказчиков было избежать кардинальной перепланировки и демонтажа стен. Мы оборудовали мастер-спальню отдельной гардеробной и немного переместили проемы. Остальные пожелания семьи касались обязательных отдельных комнат для детей и необходимости использования материалов, максимально удобных в эксплуатации. Активный образ жизни каждого из членов семьи подразумевает лимит свободного времени, а значит то, что уборка квартиры должна занимать минимум усилий. Эргономичность интерьера также ставилась как задача и оценивалась заказчиками. Каждый предмет мебели, планировочное решение или отделочный материал должны быть оправданы. Статистически мы все больше сталкиваемся с заказчиками, для которых рациональность и красота одинаково важны. Кухню мы соединили со столовой и гостиной. Там теперь собирается вся семья каждый день во время общих ужинов или в выходные дни. В объединенном пространстве кухни и гостиной мы использовали глубокий синий цвет и акцентную деталь кораллового цвета. Паркетная доска и настенные детали фактуры и цвета натуральной древесины на контрасте с прохладным серым создают драматическую игру в дизайне интерьера лаунж пространства. Вы согласны, что дизайн кухни должен быть максимально рациональным? Мы тоже так думаем, поэтому предпочитаем делать верхние шкафы до потолка, создавая максимум пространства для хранения, а духовой шкаф инсталируем на уровне глаз, чтобы избежать излишних физических усилий со стороны хозяйки. Деревянные настенные панели визуально отделяют пространство кухни и гостиной. Для этого мы также в кухне интенсивно использовали серый цвет, а для гостиной доминантный синий. В объединенных пространствах особенно важно декоративными деталями разделять зоны с разными сценариями поведения. Рисунок паркетной доски показывает направление основного движения, что работает для лучшей навигации. Мы думаем о комфорте как владельцев квартиры, так и гостей. Поскольку для дизайна этой трехкомнатной квартиры мы выбрали минимум колористических решений, то поиграть мы решили с фактурами и рисунками. Деревянные поверхности одного тона мы разнообразили разным орнаментом. Зеркальные вставки визуально увеличивают пространство, создают впечатляющую игру света и тени, и, конечно, позволяют взглянуть на себя со стороны. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании под этим видео. Для современных интерьеров этой квартиры мы выбрали плитку испанской фабрики Альмера Керамики. Сбалансированное сочетание качества, цены и эстетики. За деревянными дверьми гостевой ванной комнаты находится место для хранения двух велосипедов, а также стиральной машинки и машинки для сушки белья. Помните входную дверь с оригинальным рисунком? Мы решили ее повторить уже в мастер-ванной комнате. Уложенная уникальным методом плитка превратила одну из стен пространства ванной в графичное панно. Полотенцесушитель тоже стал своеобразным украшением ванной. Мы выбрали модель, чей рисунок перекликается с плиткой над ванной. С другой стороны он создает динамику. Благодаря сэкономленным метрам в ванной комнате поместилась масштабная система хранения. Дизайн интерьера комнаты старшего сына, который вот-вот из подростка станет юношей, дает ему возможности для самовыражения. Мы расставили цветовые акценты, создали сложную комбинацию материалов и оставили пространство, чтобы он тоже мог участвовать в дизайне своей комнаты. Накладные потолочные светильники формируют разнообразный световой сценарий, который позволяет реализовать разные виды деятельности. От расслабления до сосредоточенного выполнения домашних заданий. Для комнаты мальчика мы выбрали глубокий синий и коралловый цвет. Такой же, как и для пространства гостиной. В детской комнате младшего сына мы использовали цветовые настенные панно, круглые формы и практически зеркально по отношению к нему расположили на потолке круглый потолочный светильник. Для любого ребенка очень важно иметь как можно больше мест для хранения игрушек и книг. Зная это, мы оборудовали комнату шкафом и двумя комплектами закрытых и открытых полок, которые были спроектированы нами по индивидуальным размерам комнаты. Спальня владельцев квартиры многофункциональная. Кроме кровати, мебели для хранения, мы оборудовали ее телевизором для спокойных вечеров, которые принадлежат только супругам. Владельцы этого жилого пространства любят читать, однако предпочитают делать это в кресле. С этой привычкой связано появление в спальне большого комфортного кресла, чьи мягкие формы как будто обволакивают тебя, создавая комфортную поддержку спине. Весь интерьер спальни построен на игре холодных тонов ткани, настенных покрытий и теплого цвета натурального дерева. При спальне мы спроектировали гардеробную комнату, оснащенную закрытыми и открытыми полками для хранения одежды. Глубокие полки позволяют разместить на них не только одежду, а их чемоданы и сумки. Мы всегда рекомендуем нашим заказчикам не ограничиваться только открытыми системами хранения. Одежду осенне-зимнего сезона рекомендуется помещать в закрытые шкафы с правильной системой вентиляции. Для владельца квартиры мы оборудовали на лоджии кабинет. Его рабочее место запланировано так, чтобы естественный свет падал слева, как и рекомендовано специалистами. Мы бережно относимся к каждому метру пространства, считая, что все финансы, вложенные нашими заказчиками в квартиру, должны работать на них. На лоджии мы также создали закрытые системы хранения для личных вещей семьи. На плане трехкомнатной квартиры, расположенной в жилом комплексе «Галактика», четко видно, что квартира делится на спальные зоны и санитарные. Гостиная, где семья будет принимать гостей, находится близко от входа, что ограничивает доступ в личное пространство. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и живите красиво!